Привет. Меня спросили, что я ем в течение дня. Об этом сейчас и поговорим. Я обычно встаю в 5.30 утра и сразу пью кофе, очень маленькую чашечку. Я пью органический, и я добавляю цельные сливки, тоже органические и полученные от коров, выращенных на травяном откорме, и пол чайной ложки ксилита. Выпиваю этот кофе, а затем принимаю 4 таблетки пищевых дрожжей. От них я чувствую себя лучше. Встаю рано, изучаю материалы по питанию. Пока работаю, иногда пью течину. Это своего рода альтернативный кофеиновый напиток. А иногда чай. Первый раз ем полвторого дня. Я обожаю яйца, только органические, от фермерских кур. Добавляю морскую соль и перец, и жарю на сливочном масле. Также обжариваю 6 ломтиков бекона или 3 колбаски. А иногда 2 сосиски из фермерской говядины. Бекон у меня тоже не магазинный. Я беру его на фермерской ярмарке. Или покупаю через интернет на сайте фермерских хозяйств. Тоже относится и к колбаскам, и сосискам. Далее. Около 100 грамм сыра, иногда добавляю к нему оливки. Кстати, я очень привередлив к сыру. Например, мне нравится вот такой. Этот сыр варится из молока овец, спасущихся в высокогорьях Франции. Еще один пример сыра швейцарский. Его варят из непастеризованного молока и выдерживают в погребе. Съедаю я примерно вот столько на свой скромный завтрак. Если есть авокадо, его тоже добавляю. Вот и вся моя еда. После еды иногда съедаю 4 столовые ложки миндальной пасты с сельдереем. Либо просто орехи пекана. Иногда добавляю грецкие орехи в мороженое, но чаще на ужин. Не в 13.30. Еще я смешиваю электролиты и ветграс в порошке и пью в течение дня. Это дает необходимый заряд бодрости. Дальше. Ужинаю я примерно в 17.30. Я съедаю огромную миску салата. Примерно 10 стаканов за раз. Я не ем шпинат, но добавляю капусту, салатные листья и другие листовые овощи. Нарезаю болгарский перец, иногда добавляю кусочки авокадо и другие овощи. Иногда свиные шкурки и семена. Хорошо обжаренные семена. Лучше всего в морской соли. Затем я съедаю кусок фермерской говядины. Или свиную колбаску, тоже с фермерской ярмарки. Или кусок промысловой семги в качестве белка. Самое сложное — найти приправочный соус, не содержащий соевое масло и сахар. Вот пример такого. В его составе пахта, подсолнечное масло, морская соль, лук, чеснок и ни грамма сахара. Его я и использую. Вот еще пример. Оливковое масло и бальзамический уксус. Тоже подходит. И все же очень трудно найти соус без сои. Бальзамический уксус и оливковое масло первого отжима. Тоже без сахара. Вот еще один из тех, что я недавно нашел. Содержит оливковое масло первого отжима. И без сахара. То, что надо. Иногда на ужин я ем сырокопченую колбасу. Примерно половину такой палки. Она с сыром. Ее тоже можно купить у фермерских хозяйств. Очень вкусно. Из фермерской говядины, без нитратов и сахара. Затем примерно в 22.15 я принимаю слеп-эйт. И через 15 минут отключаюсь. Сплю я 7 часов, а с утра цикл повторяется снова. Ну вот и все. Пример того, что я обычно ем в течение дня. Хочу кое-что добавить. Лишь 30% людей, открывших это видео, досматривают его до конца. А вы досмотрели. И я это очень ценю. Большое спасибо.